МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлый раз Ира надо мной поиздевалась, и сегодня у меня есть отличная возможность ей отомстить и получить от этого огромное удовольствие. А мы вместе с вами посмотрим, сумеет ли Ира приготовить мои блюда. Облако в штанах и салат от шефа Маринина. Ну что, пойдем за продуктами? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы без вас теперь жить не можем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, мы все купили, идем готовить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем еще раз привет, мы на кухне. И сейчас я приготовлю вам два своих очень простых и, можно сказать, любимых рецепта. Первый рецепт – это завтрак под названием «Облако в штанах». Почему «Облако в штанах»? Если честно, я сам могу понять, почему я так назвал. Но там используется яйцо. Потому что яйцо я его назвал «Облако в штанах». А второй рецепт – это салат Маринина. Я, можно сказать, придумал его сам. Ко мне приезжала Марина, блогер из Италии. Я ничего другого не придумал, как назвать салат Маринина. Почему не Марина, не знаю, Маринина. Для первого рецепта нам нужно взять яйцо и отделить желток от белка. Для того, чтобы сделать это очень эффективно, мы можем использовать вот такую маленькую пластиковую бутылку. Надо выдавить из нее немножко воздуха, прислонить ее к желтку и всосать этот желток. Теперь белок нам надо взбить. Для этого мы сейчас используем вот такой агрегат. Мы выливаем туда белок, добавляем щепотку соли, пару капель лимонного сока прямо туда. Закрываем крышку и попробуем взбить до устойчивых пиков. В общем, наш белок взбит. Теперь у нас есть вот такое обычное кулинарное кольцо. Если у кого-то нет дома кольца, можно взять фольгу, смотать ее в несколько слоев, и получится такое же кулинарное кольцо. Внутри мы смазываем сливочным маслом. Теперь берем вот такую лопатку, собираем наш белок, вот как он хорошо взбился вот в этом контейнере. И заполняем наше кольцо больше, чем наполовину. И мы наполняем вот это кольцо доверху нашим белком. И мы отправляем наше кольцо, наполненное белком и желтком, прямо на раскаленное масло. В общем, поджариваем буквально там минутку с одной стороны, минутку с другой. И вот можно посмотреть, какое оно красивое. Оно увеличивается и делается такое пышное, разлазится со всех сторон. То есть как облако. Вот поэтому у меня такие ассоциации, что облако в штанах. Все, мы его выкладываем сюда. Мы берем такой специальный нож для хлеба. И отрезаем булочку. Мы должны ее поджарить на том масле, где у нас жарилось наше яйцо. Снимаем хлебушек наш поджаренный. Укладываем на тарелку. Потом аккуратно переносим кольцо. Вот так вот по кругу прорезаем. Вот наше облако вывалилось из штанов. И получается у нас вот такой красивый завтрак. В общем, завтрак мы приготовили, а к нему подаем салат. Для этого нам нужно взять перец. Вот так, чик. Теперь нам нужен синенький. Взять и сделать вот такие две полоски. Получается вот таких два кольца. И берем помидор. И нарезаем вот таких два толстеньких колечка. Теперь берем куриное филе. Разрезаем его бабочкой. Теперь все это надо посолить, поперчить и обжарить. Мясо до готовности, а овощи довести до состояния аль денте. Аль денте – это значит овощи полуготовые. То есть они не должны быть готовые в кашу, что это можно есть и окрагу. Оно должно быть как будто его надо кусать на зубах. То есть аль денте – на зубах, зубы. В общем, заправка для салата готовится очень просто и она очень вкусная. Для этого нам нужно взять в равных пропорциях. Вот чайная ложка американской горчицы. Сюда и шлеп. Потом французская, дижонская горчица, такая зерновая. Тоже одну чайную ложку. Пол чайной ложки меда. И столовую ложку лимонного сока. И три столовых ложки растительного масла. Можно брать оливкое масло. И тщательно перемешиваем. Наша заправка для салата готова. В общем, все для салата готово. И нам осталось его просто собрать. Ну шо, Широчка, максимум, чем я могу тебе помочь – это оставить вот такую маленькую подсказку. Это колечко. Конечно, оно не обручальное, не золотое. Но я думаю, что ты найдешь, как его применить. Здравствуйте, дорогие телезрители. Рада видеть сегодня вас в программе «Готовим с ОТВ». Сегодня сам Вэлл приготовил для вас что-то интересное. Не знаю, как это выглядит. Не знаю, как это готовить. Давайте посмотрим, что он мне оставил. Здесь какая-то подсказка в кольцо. Ну и в конверте, конечно, ингредиенты. Ничего себе. Для меня загадка, как соединить сок лимона с яйцом. Вот как это соединить, я себе даже представить не могу. Но есть один способ, как это можно приготовить. Готовить, правда, сама еще никогда не делала, но сейчас попробуем. Яйцо пашот. Вот там нужна как раз кислота, для того, чтобы можно было заварить яйцо. Сок лимона мы сейчас выдавим на соковыжималки. Выжимаем сок лимона. Наливаем кипяток. Сюда необходимо посолить и добавить сок лимона. Сейчас очень аккуратно нам нужно разбить яйцо, чтобы желток остался целым. Так, отлично. Делаем вот так вот венчиком воронку и очень-очень аккуратно вводим сюда яйцо. Яйцо должно у нас вариться 3 минуты и не больше, потому что серединка должна быть в смятку. И у нас получится облако. Самое настоящее облако, как в рецепте, облако в штанах. Теперь будем готовить тогда штаны. Значит, это у нас будет гренка такая. У нас есть сливочное масло. Немножко смажем сливочным маслом. И на сковородке немножко поджарим. Будем уже вылавливать яйцо. Вот такое вот облачко неровной формы у нас получилось. Теперь составляем наше блюдо. Вот мы приготовили первое блюдо. Теперь переходим ко второму. Возьмем куриное филе. Мы его обжарим, но для этого сначала мы его замаринуем. Нам понадобится опять сок лимона, немного горчицы, соль, перец. Чтобы было не такое резкое блюдо, мы добавим немного меда. Перемешаем. И куриное филе мы здесь замаринуем. Пока филе маринуется, мы подготовим овощи. Порежем баклажан колечками. Думаю, достаточно. Перец порежем дольками. И обжарим эти ингредиенты на сковородке. Овощи наши обжариваются. И за это время у нас уже курица успела замариноваться. Мы будем обжаривать по 3 минуты с каждой стороны. За это время можно сделать заправку для салата и овощей. Для этого нам понадобится сок лимона. Теперь возьмем дижонскую горчицу. И перемешать. В принципе, заправка у нас уже готова. Перец выкладываем, потому что нам нужно снять с него кожицу. Наши баклажаны уже готовы. Перец мы почистили и тоже выкладываем его сюда на тарелку. А курица уже готова. Сейчас вот такими тонкими слайцами порежем куриное филе. Заправку для нашего блюда добавим еще чеснок. И можно полить. Вот наши блюда готовы. Не знаю, насколько они похожи на блюда Самвелла, что он приготовил. Но он, наверное, уже стоит и ждет, чтобы меня раскритиковать. Давайте заходим. Конечно, стою и жду. Я думаю, что тебе такое что-то красивое. Ух ты, какая ты умничка. Боже, глянь, что у меня. Ага. Ну, в принципе, одинаковый получился. Капец. Глянь, как красиво в тебе. Умничка, просто сложивая. Ты нарезала слайсами, да? Да. Ух ты, вообще. Ты бача, майная. Ну, это, наверное, салат. Ты салат сделала или нет? Нет, ну, у меня это блюдо получилось основное с гарниром. Гарнир тебе, ты овощи. Вообще, это считается, а заправку ты делала? Да, а как же. Ну, это вообще-то салат. Это я сам придумал, мне приезжала знакомая моя с Итали. Я сам придумал, как и салат. Ну, видишь, как мы колечками поджарены, то, колечками то и колечками то. И, как бы, я выкладывал, так, потом заправкой. А вот это, что ты сделала? Яйцо пашот. О, Боже. Молодец. Ты первый раз сама делала это. Насколько это, не знаю, что сложно. Так, давай, пока оно там не застыло, не застыть и пашот, будем пробовать. Единственное, что я не придумала, применение этому сердцу. Смотри, вот это, вот это. Вот. А, ну, конечно. Я ничего другого не ожидал, понимаешь, как надеть его на руку. Вообще-то это кольцо. Смотри, я взбивал белки до пышной пены, потом наполнял кольцо, внутрь вливал желток, потом сверху заполнял белком и жарил с двух сторон на сковородке. И оно, в идее, оно вот такое большое делается. Ну, так как прошло немножко времени, потому что я подождал, пока ты приготовишься, оно, конечно, немножко упало, мое яйцо, понимаешь? Но, сам факт, что оно в таком вот кулинах, видишь, как оно маленькое, оно было вот такое. Ой, умничка, глянь, растекается, молодец. А теперь смотрим на яйцо, которое я приготовлю я. Разрезаем, смотри сюда. Бачишь? Ух ты! Прошло сколько времени, и мы на яйцо растекаем. Я первый раз сделала скидку на это, можно сделать? Конечно. Тебе очень красивая презентация, ты молодец, что ты так вот догадалась. А ты сняла кожуру? Да, а как же? Молодец. А ну давай, берешь. По соли нормально, я всегда не достали бы. Ой, мне понравилось. Боже, как ты вкусно сделала, масло вкусно. Здорово, вкусно. Вкусно? Угу. Ну, и у тебя помидоры. А помидоры какие? В общем, Ирочка, мне было безумно-безумно приятно с тобой вот работать вместе, и приятно было познакомиться. И спасибо тебе огромное, что ты вообще к нам пришла, что ты предоставила вам свою посуду. В общем, спасибо тебе огромное, я тебе желаю всего-всего самого хорошего, желаю тебе процветания в твоем бизнесе, здоровья, крепкой семьи, счастья, мирного неба над головой, чтобы у тебя все-все было хорошо в семье, это самое главное. Спасибо, Самуэл, большое. В свою очередь я хочу тебе сказать тоже огромное спасибо за сотрудничество. А подарок? А подарок, конечно, я знаю, что у тебя был день рождения. Вот, ты знаешь? О, Боже, это вообще. Я знаю, что у тебя был день рождения, хочу подарить тебе кувшин и кружки наши. Поздравляю с днем рождения. Счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего. Это вот той кувшин, что она мини-буряк варила в первой серии, когда мы с ней вместе снимались. Да, да, это тот кувшин. Спасибо, мне, кстати, очень понравились вот эти чашки, я на них поглядывал, поглядывал, ты мне в конце концов их подарил. Спасибо тебе огромное. Поцелуй, давай три раза. Давай три раза. Еще раз. Спасибо тебе огромное, Юрочка, было безумно-безумно приятно. Спонсор программы «Готовим СОТВ» Транснациональная компания «Тапорвая». Это лучшее, что может случиться с вашей кухней. Транснациональная компания «Тапорвая». Тапорвая. Транснациональная компания «Тапорвая».